Существует ли справедливый суд в Казахстане? Этот вопрос в последнее время вызывает критику общественности. Жители активно обсуждают несправедливые решения, а эксперты заявляют, что судебная система требует решительных перемен. О каких именно редакция «Голос народа» решила узнать у жителей столицы? Как вы считаете, существует ли справедливый суд в Казахстане? Ну, вряд ли. Ну, потому что взятки, все знакомые. Нету такого. Я не видела. Какие, может быть, реформы стоит применить в судебной системе, чтобы всё-таки у нас был справедливый суд? Ой, не знаю. Это рыба гниёт с головы, как говорится. Надо всё менять. Не всегда. Ну, не знаю. Мне кажется, надо с головы всё менять. Это надо, чтобы вот ниже, кто заявление принимает, они должны нормально принимать, говорить, что да, ваше заявление будет рассматриваться, что до суда будет доходить. Ну, не всегда это всё. А вот просто обыкновенные там мелочи, где-то штраф с нас, например, содрать, да, например, кто-то во дворе подрался, да, у нас случай был, женщины двое подрались. Моментально суд был, оштрафовали с них по 51 или сколько там МРП сняли, всё. Но это тоже несправедливо. В таких случаях они быстро работают. А когда нужно вот в крупных таких делах разбираться, почему-то всё тишина. Нет, не существует. Коррупция везде. Какие вот нужны реформы, как считаете, в судебной системе? О, это надо всех убирать оттуда. Из народа людей туда ставить, которые будут знать, что делать с образованием. Угу. А сейчас как думаете, вот как обстоят дела вообще в судебной системе? Нет, это всё, там всё куплено. Сколько людей жалуются. Так что там ничего хорошего не будет. Нет, конечно, у нас кругом одна коррупция и *** не изменится в этой стране никогда. А вы как считаете? В Казахстане, конечно, нет. Ну, во-первых, я представитель профессии, да, получается. Я работаю юристом, то есть непосредственно сталкиваюсь с судами. И вижу, что, мягко говоря, судебная система явно склоняется не к справедливости, как она должна быть, да, в развитых странах. А именно тот, кто больше даст, если говоря простым языком. В простонародье сказать, на лапу дадут и всё. Если человек простой, с народа, его посадят. Если у него, например, богатый, он взятку судье дал, прокурору дал, всё. Его выпустили или условку год дал. Как считаете, какие реформы, может быть, нужны судебной системе? Знаете, если я сейчас скажу, какие реформы, меня точно застрелят где-нибудь за углом. Нет, я могу сказать, но... Рыба гниёт с головы. Вы сами понимаете. Пока с самого верха не будет никаких перемен, не уйдёт то старое поколение, да, так называемое брежневское поколение, которое, по сути, в нашей стране и привело, да, вот, к коррупции. Вот 30-летний диктат, сами знаете кого, то, соответственно, у нас не будет перемен. Скорее всего, должно пройти, наверное, ещё лет 20-30, когда молодое поколение, да, вот, людей, которые отучились за границей и так далее, придут к власти, то, соответственно, только тогда, к сожалению, другого нет варианта. Вот даже посмотрите на нашу конституцию. Меняем, как хотим. Хотя в развитых европейских странах, вот, насколько помню, да, на память, в Японии, по-моему, конституция с 45-го года не менялась. Вот. Вот как-то так. Ой, сложный вопрос. Ну, думаю, есть. Всё равно это, как бы, не все же люди одинаковые, да, судьи тоже. Наверное, какие-то другие обстоятельства тоже влияют, но всё равно, как бы, человеческий фактор, то, что сами судьи, если человек хороший, как судья, я думаю, будет всё-таки справедливый суд. Ну, я не знаю, я с этим не сталкивалась, слава богу, но, наверное, где-то есть. Я верю в это, хочу верить. А, как вы считаете, нужны ли какие-то реформы судебной системе? Ну, в целом же нужны, по Казахстану в целом нужны реформы, по всем инстанциям, это не только суд. Так, вопрос сложный, трудный, даже не знаю, как ответить. Скорее всего, нет чем, да. Так, это связано, скорее всего, с неграмотностью нашего народа, то, что они не знают свои права. Соответственно, это вот такой, один из таких главных факторов, который, наверное, влияет, что многие свои права не знают, как себя защищать, как свои интересы, и этим пользуется наша судебная система. Как вы считаете, какие нужны, может быть, реформы судебные, чтобы поменять вот эту несправедливость? Наверное, больше использовать, больше обращаться именно на арбитражный суд, чтобы это было так открыто, гласно, и чтобы люди больше узнавали вообще, что такое арбитражный суд, нежели обращаться в обычный. В судебной системе, наверное, включать это в школьную программу, чтобы каждый уже школьник понимал, какие ему принадлежат права и интересы, так как в нашей Конституции это первая такая статья, наша главная ценность – это человек и его права, свободы, его жизнь. То есть, к сожалению, не все это знают, не все в курсе, поэтому так и происходит. Нет, не существует. А вот почему еще так считаете? Ну, судьи, они несправедливы. Есть, есть случаи, когда справедливы, когда нет. Почему-то есть же случаи, когда родные, вот, например, осужденных, какие-то в митинге, какие-то пикеты устраивают, правильно? Потому что не согласны. Ну, не знаю, даже бывали случаи, когда обливали себя бензином. Был такой случай же даже. Ну, наверное, коррупция, скорее всего. Как посчитаете, какие нужны реформы судебные? Что вот нужно изменить, чтобы у нас все-таки был справедливый суд? Справедливый суд? Ну, наверное, менять их постоянно, частично. Ну, ну, как? Чтобы долго не задерживались на одном месте. Это одно. Второе, наверное, может повысить зарплату или как? Ну, не знаю даже. Ну, чтобы судьи не брали взятки. Ну, да, я считаю, что да. А как считаете, может быть, нужны какие-то реформы? Ну, я считаю, что, во-первых, здесь от того, что многие у нас проблемы, первое, из-за правовой неграмотности, если так посмотреть, ну, я в отношении себя только беру, никого-то другого не берусь. А когда мы читаем какое-либо, все же ведь доступно, любой вопрос, мы лишь не понимаем то, что там написано. И здесь надо работать над собой, в первую очередь. Над осмысленностью это. Второе, должно быть, изменить надо образ мышления. Если что-то нам непонятно, это значит, что это неправильно. Это вот это. И третье, я считаю, почему я говорю упростить? Потому что сейчас же все же это онлайн делается. В принципе, это же все же, казалось бы, быстрее должно быть. Но из-за того, что мы где-то вот тормозим вот в этих моментах, мы, естественно, все это, у нас и складывается впечатление, что это трудно. Но на самом деле, я считаю, что если это преодолеть, то движение вперед все-таки есть. Нельзя сказать однозначно, что все плохо. Нет, так нет. Нет, конечно. Ну, я много таких, я не судилась, но много людей таких знаю, что недоказуемо все куплено, все продано. Так что я считаю так. Как считаете, какие им нужны реформы в судебной системе, чтобы вот это как-то изменить? Ну, это внутри, это должно, это нужно, не знаю, мне кажется, это нескончаемо, это ничего не поделается. Сколько веков мы живем, столько коррупции есть. Мне кажется, ее никак не укоренить, не исчерпать, наверное. Да? Ну, я считаю, ну, это зависит от человека, конечно, ну, и от связи. Ну, кажется, они бы окей, с окей, макей, то, сё, там, связи. Например, бывают моменты, когда справедливо проходит суд, а бывает, когда несправедливо. А как считаете, какие реформы нужно применить в судебной системе, чтобы как-то поменять это, чтобы все-таки не было... Это не меняется. Ну, ближайшие 10-20 лет, мне кажется, нет. Ну, потому что надо убрать, если так считать, вот, читать, вот, то надо убрать всех, которые сидят наверху, вот, на верхушке, вот. Все, с нуля, с чистого листа надо начать. Жанна Хазахстана, вот так.